Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Тема была следующая – пластические операции, для кого девушки делают тюнинг для себя или для мужчин. Вот таким был Олимп на съемках. Присутствовали Салибековы, сотрудник журнала Дом-2, известный психолог, участница телевизионной передачи «Битва экстрасенсов» – экстрасенс Екатерина. Саша Гозиас уехала домой отмечать день рождения дочки. Костя Иванов остался один на поляне, ему грустно и одиноко. Также он ревнует Гозиас к бывшему мужу. Костя спросил у экстрасенса, как все будет у него в отношениях с Сашей. И она ответила, что все будет хорошо. Ольга Райская опубликовала фотографию с брутальным парнем и поздравила Диму Дмитренко с днем рождения. «Дима, главное, будь счастлив, слушай свое сердце, я на тебя не злюсь. Я всегда буду тебя поддерживать. С днем рождения!» Подписчики комментируют. С таким текстом-поздравлением фото вообще не в тему. Она сразу спалилась, что обижена, ревнует и что ей далеко не все равно на Димку. Маша Тулеева и Ваня Барзиков заселились в отдельную комнату. Мы ругались и мирились, но в итоге заселились, написала Маша. Как вы помните, к Венциславу Венгржановскому пришла новенькая участница, 20-летняя Елена, и их пару уже тоже заселили. Венцислав был против, он запутался сам в себе и кажется, что он уже боится девушек, ведь очень неприятно чувствовать себя проходным билетом. Зрителей очень сильно возмутил сюжет про Андрея Чуева, где он орет на мать Марина Африкантовой и обливает ее молоком. И многие стали просить продюсера проекта Алексея Михайловского выгнать Чуева с проекта. Михайловский ответил, выгнать не вариант, предлагайте наказание такое, что было публичным. Он же оскорбляет публично. Пишите ваши варианты, потом проведем голосование. Применим то, что наберет больше лайков. Марина Африкантова тоже получила много негативных отзывов после просмотра зрителями этого сюжета, где Чуев ругается с ее мамой. Марина пишет, «Был сплошной ор и мат, от которого я просто встаю в ступор и не знаю, что делать. Мы расстались, за маму я горой. Андрей у меня заблокирован во всех моих соцсетях, и мириться я с ним не собираюсь». Яна Африкантова пообщалась со зрителями и ответила на многие волнующие их вопросы. На вопрос, дочь ли она Татьяне Африкантовой, девочка ответила, «Угомонитесь, Татьяна Владимировна мне не мама». Такие были обстоятельства. На вопрос, почему же ты писала, что Марина твоя сестра, Яна ответила, потому что мы как две сестрички всю жизнь. Проект у нее оставил только негативные впечатления, и все фотографии с этого куриного царства девочка удалила. Муж Ксении Бородиной Курбан-Амаров удалил свой аккаунт в одной из самых популярных социальных сетей к разочарованию поклонников. Разлад в звездной паре стал заметен давно, но ни Ксения, ни Курбан никаких комментариев не давали. В последние дни Ксюша стала выкладывать фотографии огромных дорогих букетов, сияя с счастливыми глазами. Многие надеялись, что это Курбан пошел первым на примирение и начал дарить цветы. Но после второго букета Курбан-Амаров удалил аккаунт. Самой Ксении некогда общаться с подписчиками, на этих выходных она открыла свой ресторан, куда пригласила всех желающих. Официальное открытие еще не состоялось, но заведение уже принимает гостей. В соцсетях Ксения пишет, что у нее все отлично. Михаил Терехин, экс-бойфренд Ксюши, как всегда не может остаться в стороне. Он поделился своей версией ее разрыва с Курбаном. Ксения очень ревнивая, написал Михаил. Я уверен, что она тайно установила на телефон мужа специальное приложение «Шпион». Не сомневаясь, что она нашла какой-то компромат, узнала о его общении и связях с другими девушками. Так было и со мной. Из-за этого мы с Ксенией окончательно и разошлись. Хотя сама она тоже может изменить. Мне она изменяла. Сам Терехин старается отойти от публичной жизни, занимается самообразованием, готовится стать адвокатом. Больше времени старается проводить с сыном, который поступил в кадетское училище, будет военным. Терехин открыт для отношений. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!